Радио 54 Откуда? Из проекта Леди Сибири, конечно Основанная на реальных событиях Это история не придуманная Эта девушка до сих пор живет В нашем замечательном городе Это фильм основан на реальных событиях Вот это важно Ее зовут, конечно, не Моника Ее зовут по-другому Моника это уже более киношное Имя мы подобрали Город может гордиться Героиня родилась именно в городе Новосибирске И фильм снят именно в Новосибирске С привлечением российского актера Которого мы выписывали из Москвы к нам И что за актера выписывали из Москвы? Тимур Еремеев Это сын Спартака Мишувина Вот Алексей, ну что вы имели в курсе вообще Не все знают, что это за конкурс Леди Сибири, важно понимать Просто в нескольких словах Для красоты, материнства и творчества Существует уже конкурс 8 лет И спустя столько лет Родился наш замечательный фильм Такой клубок Семей, как вообще Для чего нужен конкурс красоты И как он помогает девушкам в сложной ситуации Прям всю правду про конкурс красоты Со всеми вот этими вот шпильками в туфле С шпильками, резанием платья С битьем, стеклом Все это у нас есть Вся команда профессиональная То есть у нас Как бы и режиссеры, и операторы И актерский состав Это все профессионалы Состав именно в фильме Леди Сибирь Это настоящие действующие королевы Это девушки, которые принимали участие Которые одели короны разных лет Из разных городов, кстати У нас есть и девушки из города И из Томска, и из Кемерово тоже В основе сюжета фильма Лежит все-таки история проекта Проекта красоты И причем мы показали теневую сторону То есть мы раскрыли все тайны Как на самом деле проходят конкурсы красоты Было что-то такое, что вас даже поразило? Вы знаете, я не удивилась Потому что я очень много знаю истории театральных Поскольку сама работала в театре актрисой И я знаю, что происходит иногда за кулисами Хотя в нашем театре в то время, когда я работала Ничего подобного не было У нас была удивительная атмосфера Удивительный коллектив Но про большой театр Мы много знаем таких историй Ну и естественно Старофамное радио разносит Это правда Такие вещи, да Поэтому я к этому была готова Единственное Мне думалось, что скорее всего Вот эта сторона не будет вынесена Мне нравится, что это конкурс Не просто красоты, как часто бывает Внешние только Красивое лицо Красивая фигура Красиво прошли Красиво эдак В купальниках И так далее Здесь ведь Идея совершенно другая А какая? Здесь девочки Женщины, имеющие детей Матери Молодые Участвуют в различных конкурсах Спортивных Творческих Они проявляют Свои таланты Плюс ко всему еще А не только Красота внешняя Хотя это безусловно присутствует Умение носить платье Умение ходить И танцевать И так далее Но вот то, что ты здесь Можешь себя вновь почувствовать Полноценной женщиной Со всеми своими возможностями С пластикой С музыкальностью С танцевальностью С чтением стихов Может быть своих личных То есть мне-то в этом проекте Именно это нравится Наталья Анатольевна Расскажите О своем опыте Участия в съемках И вот тот момент Который вам возможно Запомнился Больше всего Ну как я уже сказала Я люблю все свои эпизоды Но больше всех Пожалуй Я люблю эпизоды С внучкой Это как раз Дочь Лены Шкуратовой Так что мы с ней Породнились Через фильм Она моя внучка А вот так Или дочка Да А Лена Как бы таким образом Становится моей дочерью Это Санта-Бармара Сейчас уже Да Ну мне очень нравятся И эпизоды С сыном моим Это мой ученик По театральному институту Мой муж Мой ученик По театральному институту Ну и так далее Там много моих учеников Снимается Поэтому Мне вообще было радостно Участвовать в этом фильме При том что Девочки Которые не профессионалы Участники этого проекта Я их тоже все знала А студенты же за счет снимаются Нет Они разных возрастов Ну представляете Мой муж А ну вы имеете ввиду Что уже закончили Все, конечно Да, да Там мимо давно Нет Там мои ученики Разных абсолютно возрастов А вот Если говорить О теме Которая была мне близка Да То это конечно Семья Лена сказала Что для нее семья В жизни Главное Для меня тоже всегда Театр и семья И я всегда разрывалась Между театром и семьей Ну это часто Такая история Да Ну как-то мне кажется Удалось и там и там Я играю Ну мать Во-первых Бабушку Жену И частично Женщину Помогающую Мужу в бизнесе Ну вы сами увидите Какой мягкий Какой замечательный У меня муж Прекрасный В кино Константин Ярлыков Нет, в кино В кино Муж Муж В кино И поэтому Мне так кажется Что бизнесом Частично Правит Именно Жена На какой главный вопрос Зритель Этого фильма Получит ответ Выходя замуж И как только Вот это происходит Такая Расслабуха Извините Вернулась к самой себе Вернула себе И радость жизни И уверенность в себе И женственность И красоту И внешнюю И внутреннюю И оказалась Талантливым человеком Способным на Очень многое А не только на то Чтобы варить Борщи Блины Оладьи И так далее Салаты всевозможные Готовить к приходу Мужу 12 часов ночи Вот это мне кажется Главное Это очень хороший Полезный Ответ На вопрос Который волнует Большинство Я уверена Нет В фильмах я не снималась Это первый мой фильм Чему я тоже Несказанно рада Я играла когда-то В красном факеле И поколение Мне равное По возрасту Конечно Могли меня Тогда видеть Я играла много Но я ушла В театральное училище И посвятила По сути 40 лет своей жизни Училище А потом институту То есть это была Вот моя основная Профессия Поэтому у меня Так много учеников И так много учеников По возрасту Может быть Вот выглядящих Старше меня У меня очень много В жизни таких Смешных историй Когда моих учеников Представляли Как моих учителей За беседу вам огромное Спасибо За новосибирский Полнометражный Художественный фильм Спасибо Это большое событие Мы на самом деле Испытываем настоящую гордость Вам спасибо За эфир Мы придем Да, кстати, главное У кого не будет Возможности Посетить премьеру Где потом этот фильм Найти Какие у него Дальнейшие планы Следите за нашими Новостями Мы все объявим Радио 54 Первое Областное радио